Самый главный вопрос, что случится с выборами? Самый на линии Филипп О. Салливан, главный экономист в Инвесток. Филипп, давайте обсудим последние новости по Ирландии. Мой первый вопрос, как отобразится приближение выборов на экономике страны, на ваш взгляд? Это ключевой момент для экономики Ирландии в 2016 году. В 2011 году Ирландия была на пороге присоединения к программе МВФ, когда прошли парламентские выборы, на которых победу одержало подавляющее большинство. Но теперь эта партия потеряла большую часть своего электората. На данный момент около четверти электората выбирают новоиспеченные мелкие партии. Такого еще никогда не случалось во всей политической истории Ирландии. Многие партии привержены единой политической философии и идеологии, поэтому не имеет большого значения, по сути, сможет ли выиграть текущее правительство, или же новое будет сформировано из многих мелких партий. Направление политики в любом случае останется центристским. Несмотря на такую стабильность, предстоящие выборы все равно приводят к некоторым беспокойствам. Выборы состоятся, вероятно, в средине следующего месяца. К ним будет приковано внимание многих инвесторов. Продолжает сокращаться уровень безработицы в Ирландии. Напомним, что в 2012 году этот показатель превышал 15%. Согласно данным, в конце 2015 года уровень безработицы находится на отметке 8,8%. Каким образом Ирландии удалось достигнуть такого значимого результата? Можем ли мы ожидать продолжения текущего тренда и в этом году? Уровень безработицы в Ирландии в декабре упал до минимальной отметки за 7 лет. Мы ожидаем продолжения текущего тренда. Больше 15% было зафиксировано в феврале 2012 года. Преимущественно сокращение было вызвано волной эмиграции. Много ирландцев покинули страну. Но в недавнее время фиксируется увеличение уровня занятости. Ежемесячно создается 4000 рабочих мест. Ввиду прогнозируемого прироста ОВП в 2016 году на 5%, мы ожидаем дальнейшее падение уровня безработицы. Прирост ОВП в Ирландии в 2015 году, согласно предварительным оценкам, составил 7%. Но проблемным по-прежнему остается строительный сектор, которому не удалось восстановиться после того, как лопнул пузырь. Какие пути решения проблемы вы видите в ближайшем будущем? Еще в 2006 году строительство увеличивалось на 92 тысячи единиц. В 2014 году рынок рухнул, и прирост объектов теперь составляет немного больше 8 тысяч. В 2015 году было зафиксировано небольшое улучшение, и прогнозируются показатели около 11 тысяч. Постепенное улучшение будет продолжаться. Среднее значение этого показателя с 1970 года – 33 тысячи, поэтому даже 11 тысяч – это слишком низкий уровень. Из строительного сектора ушел практически весь капитал. Много компаний обанкротились во время финансового кризиса. Банки не предоставляли кредитования ввиду больших сопутствующих рисков, поэтому огромной проблемой оказалась нехватка финансирования. Но есть и положительный момент в виде увеличения спроса ввиду роста численности населения, увеличения уровня занятости и заработных плат. Процентные ставки по ипотечным кредитам снижаются, поэтому спрос увеличивается, а вот предложения теперь недостаточно, и цены на жилую недвижимость выросли на 33% с 2013 года. Мы прогнозируем дальнейшее увеличение цен в 2016-2017 годах. Спасибо, Филипп, за беседу. Дорогие зрители, оставайтесь только с Коби-Тивием. For more updates throughout the week, see you next time.